Друзья, всех приветствую! Сегодня я поделюсь с вами со своим приобретением. Это новая подстолья для крупноформатной плитки. Или же, как её все называют, стол сороконожка. Предыдущая модель немного отличается от новой версии. Единственное, что у них одинаково, так это транспортировочная сумка. Стол также легко раскладывается. Ну и у новой версии добавились вот такие вот поперечные перекладины. Они предназначены для установки на подстолье. Устанавливаются без помощи дополнительного крепежа. Благодаря специальной форме пятки позволяют увеличить жесткость и создать ровную плоскость рабочей зоны. Особенно будет полезно при установке подстолья на поверхность с большими перепадами. Размер стола Метр пятьдесят на три Размер перекладины Семьсот пятнадцать Двадцать И пятнадцать Высота сто десять И вот я специально установил стол на неровную поверхность. И тут видно, что две ножки как бы болтаются в воздухе и не достают поверхность с пола, так как там небольшая яма. Но при этом поверхность стола остается идеально ровной и устойчивой. Даже в таком положении подстолье способно выдержать тысячу килограмм. Ну что ж, попробуем отработать на этом столе. Большой плитки нету, но думаю керамогранит длиной метр двадцать подойдет. Да, кстати, на этот плиткорез специально взял эту дополнительную каретку с рычагом, как у плиткореза. И теперь я полностью контролирую рез, что очень удобно. Продолжение следует... Ну что ж, все прекрасно получилось. Ну а если надо будет просто поработать с удобствами, мы можем положить кусок фанеры. Ну а большие листы можно и без фанеры. Плита прилегает идеально ровно. Да, и кстати, у них уже есть в наборе фанера по размеру секций. Но так как у меня есть в наборе поперечные перекладины, то я не стал брать набор столешниц. Итак, попробуем распустить плитку. Теперь уже на фанере. Плитка. 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 Ну что ж, вроде получилось неплохо. Единственное, здесь небольшой косяк. По всей видимости, плитка слегка перекаленная. Далее мы разберем наш столик. Так же быстро разбирается, как и собирается. Отличный столик. Мне лично он сильно понравился. А сейчас я покажу вам, что я сделал со старым подстольем. Первая модель у меня шла метр двадцать на два сорок. Много ниже и без перекладин. А перекладины с новой модели на старую версию не подходят. И мы сейчас, наверное, открутим несколько элементов стола, чтобы у нас вместо одного стола получилось два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, как вы видите, я стол рассоединил на две части. Теперь вместо одного стола получилось два. Правда, один чуть меньше другого. И я думаю, мы найдем им применение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На маленьком столе у нас как раз помещается одна плитка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а на большом я вырезал гипсокартон по его размеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем на устойчивость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде все четко. Итак, у нас получился один стол метр двадцать на метр двадцать, а второй метр двадцать на шестьдесят. Итак, теперь у нас есть вспомогательные столы, и в случае небольшой плитки мы используем их. Ну, а большой стол у нас пойдет для больших плит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И они немного отличаются от предыдущей версии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сюда тоже можно прикрутить фанеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, кому информация была полезна, ставим палец вверх, а кому нет, тоже. Ну и по традиции, я на всякий случай оставлю координаты на столешницу. Ссылка в описании видео. Ну, а у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА